Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры на очередной торговой сессии этой недели. У нас на календаре 14 июня, вторник. Надеюсь, все успели отдохнуть. И наш обзор мы начнем, как обычно, с индекса S&P 500. Вчерашний день был весьма позитивен для доллара, который снова подступил к своим историческим максимумам. И был весьма неудачный день для фондового рынка США, который в очередной раз обновил минимум и достиг котировок, которые в последний раз были отмечены в марте прошлого года. Из этого мы делаем весьма неутешительный вывод, что США, конечно, своими санкциями загнали себя не то что в угол, а, по-моему, в самое дно угла под плинтус куда-то. Тем не менее, тренд у нас здесь пока нисходящий, поэтому рекомендуется все-таки рассматривать сделки исключительно в шорт. Как видим, выход из флетового диапазона получился очень резким. Была у нас реакция на верхнюю границу нижней зоны ликвидности здесь и здесь, но, тем не менее, мы ушли. Соответственно, сейчас мы будем работать в продолжении восходящего тренда. Единственное, что сегодня у нас возможен разворот, то есть, возможно, закрытие торгового дня выше точки открытия. Точка открытия была примерно 37.58. Мы ожидаем, соответственно, повышения. Почему? Потому что рынок падал пятницу, падал понедельник. А это значит, что здесь может исполниться известная тактика работы по S&P Turnaround Tuesday. То есть, разворотный вторник. Когда у нас происходит вот такое падение в течение пятницы и понедельника, то во вторник очень высока вероятность разворота. Но, естественно, это будет всего лишь коррекция. Ближайшая размерность для нас это 38.16. Можно попробовать от нее поработать в шорт. Более дальние уровни сопротивления 39.09, 39.97. Ну и, в принципе, размерность находится где-то в этой области. Ну а цели, по которым мы будем с вами работать, их пока что можно просто построить по размерности, опять же, которую мы вот-вот выполнили. И это у нас пока что будет котировка 34.22. Вот такой сценарий на текущий момент по S&P 500. Далее, евро-доллар. Евро-доллар рассматривали мы в падении после коррекции. Ну, как видим, коррекция последовала, но недостаточная. Не хватило нам немножко, чтобы зайти в шорты. В итоге мы сделали очень хорошую цель, но и на ней не остановились. Прошли дальше к ключевому уровню 1.04.024. Что будем делать сейчас? Да, собственно, то же самое. Раз у нас здесь возобновился нисходящий тренд, значит, мы будем продавать. Продавать будем от уровней 1.05.017.1.05.553. Есть более ближние цели для продажи, скорее такие скальперские. 1.04.562.1.04.933. Внутри дневные скальперские цели. Хотя, если евро действительно пойдет вслед за долларом, то есть вслед за S&P движением, то сегодня можем ждать неплохой разворот. Обратите внимание, что евро-доллар у нас падает уже в течение трех дней. Причем каждый день падение весьма ощутимое. Здесь было 100 пунктов, здесь 88, вчера 114. Поэтому здесь мы просто можем использовать ближайший пивот. И если цена действительно будет закрепляться выше этого пивота, можем попробовать отработать откат. Но будьте внимательны, это сделка против тренда, поэтому лучше такого, конечно, не практиковать. Нервы целее будут. Что касается целей по дальнейшему нисходящему движению, то основную цель мы, как видите, оттестировали, связанную с вот этим накоплением флета. Поэтому дальше, в принципе, у нас здесь осталась только какая-то более дальняя глобальная цель. Пока что будем держать руку на пульсе до достижения 1.0.33.0.7. 1.0.36.684. Вот такой целевой диапазончик. Пока по евро-доллару все. Далее идем в фунт-доллар. Фунт также у нас опустился. Причем, как видим, здесь достал до ближайшего экстремума. Пока что находится в этой зоне. По фунту также у нас нисходящее движение. Здесь также есть дальнейшие цели внизу. 1.19.909.1.20.452. Рассматриваем продажи от котировок 1.22.327.1.22.715. Это размерности. И более дальние уровни. Это 1.23.184.1.24.252. По большому счету я бы рекомендовал пока что именно на этих маленьких размерностях остановиться. Потому что как минимум здесь есть проторговка, от которой мы можем очень неплохо отскочить. Мы все помним, как у нас действует эта тактика торговли. Ну и собственно по достижению этих целей здесь уже будем решать. Потому что здесь будет усеченная нисходящая конструкция. И возможно будем искать какие-то развороты и коррекции. Далее идем доллар-иена. Доллар-иена пока что с небольшой погрешностью. Но можно сказать не достал до своих ключевых уровней. Пока что находимся в таком вяленьком восходящем тренде. Цель 135.320.136.121. Соответственно ждем мы для того, чтобы нам закупиться. Нам нужна коррекция. Нам нужны выгодные цены. Поэтому ждем коррекцию примерно к уровню 133.294. Отсюда можем закупаться и отработать вот это самое движение. То есть до целевого диапазона. Более дальние уровни целевые это 133, 136, 132, 119. От них также можно пробовать покупать, если цена к ним будет корректироваться. Здесь возможно эта коррекция по максимальному двухсоставному движению. Поэтому в принципе вот это наша интересная зона. Далее идем доллар-канадец. Доллар-канадцу вообще по барабану. Он продолжает штурмовать вершины. Я смотрю у нас эстафета безоткатного ралли. Плавно перетекает с Японии на Канаду. Ну что ж. Продолжаем работать в лонг. Несмотря на этот уровень. Все равно нам необходимо здесь дальше покупать. Поскольку тенденция у нас именно восходящая. Уровни поддержки ближайшие это 1.28.352, 1.28.037. Я бы рекомендовал именно от 0.37. Вот этого второго уровня покупать. Поскольку здесь есть еще и размерность. И более дальние уровни. Это 1.27.480, 1.26.730. Но это если только какой-то жесткий вкат будет. Только тогда от этих уровней будем покупать. А так последовательно. Если будем снижаться. То конечно лучше использовать ближайшие уровни. Ну и цель по восходящему движению. Это 1.29.571, 1.29.963. Далее идем. Доллар-франк. По доллар-франку. Достигли мы целевого диапазона. Очередного. Выполнили трехсоставную размерность. Вот она. И соответственно сейчас будем ждать. Откатного движения. Для того чтобы нам снова выгодно закупиться. Единственное что здесь наверное стоит сказать. Что в отличии наверное от других валют. Все таки доллар-франк. Имеет весьма неплохой потенциал. На противоположное движение. Потому что в отличии от японской иены. Здесь как бы у нас. Есть возможность для маневра. Но это связано с фундаментальными факторами. С фундаментальной точкой зрения. Не буду вам грузить этим голову. Короче. Что делаем. Итак. Ждем коррекцию. Причем коррекцию я рекомендую подождать. Именно вот к этой проторговке. Примерно к уровню 0.98.777. И уже отсюда соответственно рассматривать какие-то покупки дальнейшие. Примерно вот так. Подождали 0.98 или 915. Вот эту область сейчас отметим. И соответственно ждем коррекцию к этой области. Ну а дальше работаем в продолжении восходящего движения. Что касается целей по восходящему движению. То здесь конечно немножко трудно сориентироваться. Потому что достаточно большой диапазон. Но первой целью для нас будет несомненно это обновление глобального максимума. А дальше идет цель 1.01.118.1.01.706. Вот такие пока что цели по доллар-франку. Это что касается восходящего движения. Теперь что касается нисходящего движения. Если цена будет закрепляться ниже вот этой проторговки. То здесь я рассчитываю что мы будем уже уходить на нисходящее движение. Причем движение будет ну где-то примерно вот таким. То есть в область 0.97.312. 0.97.527. Такие идеи по доллар-франку. Австралиец доллар также вчера упал вниз на фоне укрепления доллара. Практически чуть-чуть нам не хватило, чтобы достать до нашего целевого уровня. Но мы застряли в диапазоне. Будем дальше продавать. Соответственно цели у нас по продажам 0.69.936.0.70. Ровно 0.70.571. Вот такие уровни. Здесь можно даже отметить зону. Ну и соответственно дальше работаем в шорт. Что касается цели по нисходящему движению. Давайте хотя бы сначала минимум обновим. Это 0.68.308. А дальше посмотрим. Так, новозеландец. Что у нас по новозеландцу? Также идем вниз. Здесь цели структурные еще не выполнены. Но все-таки 25 пунктов это большая погрешность. Поэтому будем стараться доработать этот момент. 0.63.177. Ближайшая цель у нас по продаже. Здесь же у нас есть и проторговка. Поэтому в принципе можно от нее попробовать и забрать вот этот оставшийся кусочек в нисходящем тренде. Ну а дальше будем уже смотреть по факту. Потому что это будет подход к важному уровню. Ну а там пробьем, не пробьем. Исходя из этого будем уже принимать решение. Золото вчера изрядно поколбасило. Что самое интересное в пятницу был очень неплохой рост. Но азиаты начали резко золото сваливать. Ну и соответственно Европа продолжила. Америка поддержала. В общем, кому оказывается золото не нужно от слова совсем. Поэтому сейчас с большей вероятностью мы снова поймаем волну нисходящего движения. Цели у нас сверху промежуточные выполнены. Дальние не выполнены. Поэтому будем рассчитывать на то, что это у нас просто было расширение флетового диапазона. А сейчас мы его пробили, закрепились и пойдем дальше в нисходящем направлении. Ну а посему тогда цели у нас по дальнейшему нисходящему движению. Так, вот здесь мы как раз оттестировали эти цели. Ну блин, значит у нас цели получаются здесь глобальные. Цели получаются глобальные. Смотрим по размерности. Да, цели конечно получаются очень прикольные. Это самая дальняя цель 1760. Что касается ближних целей, то давайте посмотрим, что здесь у нас по ближним целям. А ближняя цель туда же нас и приводит. Так что 1760 это наш ориентир по нисходящему движению. Так, далее нефть марки Brent. Пока что удерживается во флете. Оттестировали мы нижнюю зону ликвидности. Как видим, был отскок к верхней зоне ликвидности. Но не достали мы до нее. 50% прошли. Поэтому даже если вы здесь покупали, то собственно у вас должна быть... Должна сделка закрыться в безубытке. Что делаем сейчас? Ну сейчас ждем выхода из этого флетового накопления. Какой смысл нам во флете что-то покупать и придумывать. Тренд здесь восходящий. Поэтому рассчитываем конечно на продолжение восходящего движения. Но вполне возможно, что перед тем как вниз спуститься... Точнее перед тем как вверх пойти, мы немножко спустимся вниз. К уровню 118.35. Но отсюда уже собрав всю ликвидность снизу, пойдем к восходящему направлению. То есть пока что я вот такой сценарий вижу. Ну и биткоин. Наш бедный печальный биткоин. Который обновил минимумы за последние много-много месяцев. Слили его подчистую. Оттестировали мы два целевых диапазона. Причем эти два целевых диапазона они максимальные. То есть они построены исходя из вот этой проторговки, вот этого флета. Соответственно лететь дальше по сути биткоину уже некуда. За исключением какой-то структурной составляющей. Это у нас уровень 117.750. Вот этот ориентир мы будем с вами держать по нисходящему движению. Что касается восходящего движения, то есть уровень 23.479. Вот если цена будет закрепляться выше этого уровня, тогда можно будет попробовать отработать противоположное движение. Но я бы сейчас не рекомендовал лезть в биткоин вообще никак. Почему? Потому что его могут в любой момент очень резко откупить, как это было раньше. То есть вот например падение сегодня, да? А завтра его резко откупают. Были у нас подобные моменты и ранее. То есть вот были прострелы. Так что соответственно я пока что этот актив оставлю в покое. Посмотрю что с ним будет происходить дальше. Ну и если вдруг что-то покажется мне интересным, я буду заходить скорее всего с идеей все-таки покупки дальнейшей биткоина. Ну не знаю, может быть это чрезмерный оптимизм, может быть даже глупый оптимизм. Но я все-таки верю, что дальше биткоин будет расти и будет в дальнейшем интерес к криптовалюте. Так что каких-то конкретных идей я вам здесь не дам, потому что очень сложно сейчас здесь рынок проанализировать. Единственное, что внутри дня можно поделать, это попробовать поймать коррекцию как раз вот к этой проторговке. Ну и от этой размерности получается у нас 23.047 поработать в нисходящем направлении. Первая цель, первая она же единственная 17950 получается, или 850 сколько я сказал. А, 17750, да, 17750. На этом у меня все. Желаю вам хорошей торговой недели, профита. Всем пока.